Правительство Индии, Министерство Аюрведы, Йоги, Натуропатии, Ситха и Юнани. 21 июня – Международный день йоги. Общий протокол йоги. Любителям йоги со всех уголков Земли Нарендра Моди, премьер-министр Индии. В Международный день йоги мои наилучшие пожелания. Мы видим, что сегодня йога объединяет людей по всему миру. Так же, как объединяет ум, разум и душу людей. Йога объединяет современный мир. Все мы хотим прожить долгую жизнь, без боли, страданий, горя и стресса. Жизнь без болезней. Это возможно только при соблюдении главного условия. Нужно заниматься йогой. Это путь к познанию гармоничного образа жизни. Гармония тела и разума, мысли и поступков начинается с занятий йогой. Йога – это путь, духовный путь к праведной жизни. Современному человеку очень сложно жить, не испытывая повседневный стресс, но постоянная спешка. Большой объем дел и обязанностей не должны помешать нам быть сильными и свободными от стрессов, несмотря ни на что. необходимо менять наш образ жизни и жизненные привычки. Очень важно выработать правильные привычки и регулярно заниматься йогой. И я призываю любителей йоги поставить себе цель привлечь в наши ряды новых участников в течение года. Что мы можем сделать для популяризации йоги? Вы можете внести свой весомый вклад в установление мира и процветание посредством йоги. Я приглашаю всех желающих принять участие в Международном Дне Йоги. И пусть йога станет по-настоящему массовым движением йогинов, сумевших обрести здоровое тело и расширивших сознание. Всего вам доброго! Йога не комплекс упражнений. Сушма Сварадж, министр иностранных дел. Йога помогает снять стресс и обрести душевный покой, умение избегать стресса. Йога очищает наш разум. Занимаясь йогой ежедневно, мы сможем создать мирный разум и разумный мир. Йога – наше культурное наследие. Шрипат Наик, министр йоги и аюрведы. Она стала очень популярной по всему миру благодаря ее многочисленным подвижникам. Теперь никто не сомневается в том, что йога – это профилактика болезней и укрепление организма. Я всем желаю успешного Международного Дня Йоги. Премьер-министр Индии господин Нарендра Моди возглавил сессию йоги, организованную индийским правительством в Нью-Дели 21 июня 2015 года в честь долгожданного первого Международного Дня Йоги. В этот памятный день были установлены два рекорда Гиннесса. Это самое масштабное занятие йогой при участии 35 тысяч 985 человек и рекордное число национальностей на одной йога-сессии – 84. Миллиарды людей по всему миру были рады принять участие в этом первом Международном Дне Йоги. Йога в первую очередь духовная практика, основанная на особой философии. Это наука и искусство здоровой жизни. Слово «йога» произошло из санскрита и означает присоединение, объединение. Согласно древному учению, йога – это путь к объединению сознания одного человека с универсальным сознанием Вселенной, возможным лишь при идеальной гармонии души и тела, человека и природы. учения о йоге уходят корнями в глубокое прошлое, до появления первых религий и верований. Первый йогин, космический учитель, всемогущий бог Шива, передал людям знания о йоге через своих последователей, знаменитых семерых мудрецов саптариши и с тех пор практикуют йогу. Но только знаменитый Патанджали, известный как основатель йоги, собрал и систематизировал учения о йоге в своей знаменитой йога-сутре. Позже многочисленные знатоки йоги поспособствовали как обогащению, так и распространению этой чудесной практики. Существуют многочисленные школы йоги. Например, Яна-йога, Бхакти-йога, Карма-йога, Патанджали-йога, Хатха-йога, Кундалини-йога, Тхана-йога, Мантра-йога, Лайя-йога, Джейн-йога, Будда-йога и другие. У каждой школы своя философия и практика, которые ведут к определенной конечной цели. Перечислим самые известные кодексы йоги. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Дхарана, Дхяна, Самадхи, Бандха, Мудра, Шаткарма, Югтахара, Мантра-джапа, Югтахарма. Занятия йогой подразумевают соблюдение определенных базовых правил. Занятия йогой должны проводиться в тихой и спокойной обстановке. Ваше тело и разум должны быть расслаблены. Занятия проводятся на пустой или неполный желудок. Если чувствуете недомогание, выпейте теплой воды с медом. Отдавайте предпочтение легкой хлопковой одежде, не сковывающей ваши движения. Людям с хроническими заболеваниями, болями и проблемами с сердцем необходима предварительная консультация врача или йога-терапевта. Каждое занятие начинается с молитвы или распевки для создания благоприятной атмосферы, чтобы расслабить тело и разум. Все движения должны быть плавными и расслабленными. Необходимо следить как за телом, так и за дыханием. Не задерживайте дыхание без специальных на то указаний. Избегайте мышечных зажимов и рывков. Выполняйте упражнения по мере собственных сил. заканчивайте сессию глубоким молчанием или шанти-пат. Поесть или принять ванну можно не ранее, чем через 20 минут. Добро пожаловать в мир мудрости, который ценится сегодня не меньше, чем много веков назад. добро пожаловать. мудрости, пусть движения будут синхронными, а пение в унисон. Пусть движения будут синхронными, а пение в унисон. И пусть разум будет уравновешен, как в самом начале. и пусть разум будет уравновешен, как в самом начале. И пусть снизойдет благодать и пусть снизойдет благодать во всех ее священных проявлениях. Во всех ее священных проявлениях. санжанананавупасатей. Санжананавупасатей. Добро пожаловать в мир йоги. Начнем с чалана крияс или практики разминки, направленной на улучшение микроциркуляции крови. Наклоняем голову вперед и назад. Спину держим прямо. ноги расставлены. Руки на талии. Выдох. Плавный наклон головой вперед. Попробуйте коснуться груди подбородком. Вдох. Отклоняем голову максимально назад. А теперь на исходную не выдыхая. Наклон головы влево-вправо. Выдох. плавный наклон вправо. Стараемся ухом коснуться плеча. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Наклон головы влево. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Вращение в стороны. Выдох. Плавный поворот головы вправо. Подбородок параллелен плечу. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Плавный поворот головы влево. Вдох. И возвращаемся на исходную позицию. Разминка шеи. Максимальный наклон головой вперед. Вдох. Плавный поворот против часовой стрелки. Опуская голову, выдыхаем. Теперь в обратном направлении. Почувствуйте расслабление мышц и суставов шеи. Чувствуйте, как из шеи уходит напряжение. Люди с болями в шее или спине должны выполнять упражнение с осторожностью. Разминка плеч. Ноги вместе. Спина прямая. Руки вдоль туловища. Вдох. Непрерывным движением поднимаем руки в стороны и вверх ладонями в стороны. Выдох. На исходную позицию по обратной траектории. В верхней точке руки не касаются головы, а в нижней бедер. Ладони открыты, пальцы вместе. вверх. Вращение плечами. Стойте прямо. Поднимите руки. руки. Положите пальцы левой руки на левое плечо, а пальцы правой руки на правое. Вращаем локтями по кругу с максимальной амплитудой. Постарайтесь соединить локти при вращении вперед и коснуться кистями рук ушей, вращая вверх. Растягивайте руки, отводя их за спину. Опуская руки вниз, приближайте их к туловищу. Теперь вращение против часовой стрелки. Повторите пять раз. Данное упражнение положительно влияет на состояние мышц, костей и нервов плечевого пояса. Эти практики помогают при шейном спондилезе и капсулите. Поворот корпуса. Держим ноги на ширине плеч. Поднимаем руки до уровня груди. Ладони развернуты друг к другу. Выдох. Разворачиваемся максимально вправо. Левая ладонь касается правого плеча. Обратный поворот на вдохе. Теперь выдыхаем и разворачиваем корпус влево. Правая ладонь у левого плеча. Обратный поворот на вдохе. Повторяем. Делаем плавно. Дышим. Не рекомендуется людям с болезнями и травмами позвоночника и во время менструаций. Руки вниз, ноги на ширине плеч. Приседания. Вдох. Руки перед собой на уровне плеч. Выдох. Приседаем, сгибая колени под прямым углом. Вдох. Разгибаем колени. Повторяем два раза. Обратный поворот на вдохе. Упражнение укрепляет колени и суставы бедер. Не рекомендуется при остром артрите. Сделайте выдох, опуская руки. Далее приступаем к йога-сане. Тара-сана. Это слово означает пальма. Между стопами небольшой интервал. Руки в замок. Ладонями от себя. Вдох. Поднимаем руки вверх. Ладони над головой. Отрываем пятки и встаем на цыпочки. Остаемся в этой позе 10-15 секунд. Эта поза укрепляет разум, а также помогает снять отек спинного мозга. Выдох. Опускаем пятки. Руки разъединяем и опускаем параллельно туловищу. Возвращаемся на исходную позицию. Врикшасана. Между стопами небольшой интервал. Смотрим перед собой. Выдох. Сгибаем правую ногу, упирая стопу в левое бедро. Пятка касается промежности. Вдох. Разведите руки в стороны. Затем соедините ладони над головой. В этой позе оставайтесь 10-15 секунд. дышите нормально. Это упражнение улучшает нейромышечную координацию, формирует силу воли. Не рекомендуется выполнять людям с артритом и лишним весом. Выдохните и опустите вниз руки и правую ногу. Повторите асану, согнув левую ногу, упирая стопу в правое бедро. Пятка касается промежности. Вдох. Разведите руки в стороны. Затем соедините ладони над головой. отдыхаем. Падахастасана пада значит стопа, а хаста рука. Медленный вдох. Поднимаем руки вверх. Растягиваем корпус. Выдыхаем и наклоняемся вперед, пока ладони не опустятся на землю. Оставайтесь в таком положении 10-30 секунд. Если спина не гибкая, выполняйте по мере возможностей. И вдох. Медленно выпрямляемся, руки над головой. Выдыхаем и плавно возвращаемся на исходную позицию. Отдыхаем. Артха Чакрасана Упираемся руками в поясницу. Выдох. Откидываем голову назад, растягиваем мышцы шеи и выгибаем корпус назад. Расслабьтесь и дышите спокойно. Оставайтесь в таком положении 10-30 секунд. Мышцы становятся более гибкими, укрепляется спиной мозг, а также улучшается дыхание. Вдох. Плавно возвращаемся на исходную позицию. Отдыхаем. Люди с гипертензией должны соблюдать осторожность. Триконасана Трикон значит треугольник. Ноги разведите шире. Медленно разведите руки в горизонтальную линию. Выдох. Наклон вправо. Поместите правую руку над правой ногой. Левая рука тянется вверх в одну линию с правой. Оставайтесь в таком положении 10-30 секунд и дышите спокойно. Упражнение поможет предотвратить плоскостопие и растянуть мышцы спины, ног и талии. Сделайте вдох и плавно вытянитесь. Теперь наклон влево. Не рекомендуется при смещении межпозвоночного диска и после операций на органы брюшной полости. Не переусердствуйте. ПХАДРАСАНА Приступаем к принятию сидячих поз. ПХАДРАСАНА ПХАДРА значит крепкий. Сядьте прямо, вытянув прямые ноги перед собой. Расположите кисти рук за бедрами. Это ДАНДАСАНА. Теперь очень плавно сведите стопы, подтяните их к себе и обхватите их ладонями, чтобы разместить максимально близко к паху. Это конечная поза. Задержитесь в ней на время. ПХАДРАСАНА делает тело сильным и укрепляет разум. Вытяните ноги и вернитесь в ДАНДАСАНА. Не рекомендуется людям с заболеваниями суставов. ВИРАСАНА Примите позу ДАНДАСАНА. Подожмите ноги и сядьте на пятки. Бедра не разводите. Большие пальцы вместе. Кисти рук на коленях. Спину и голову держите прямо. ДАНДАСАНА. ВИРАСАНА. АРДХА УШТРАСАНА ПОЗА ВИРАСАНА Встаньте на колени. Ладони положите на поясницу пальцами вниз. Локти и плечи держите параллельно. Наклон головы назад. Растягивайте мышцы шеи, прогибая корпус максимально назад. На выдохе расслабьтесь. Оставайтесь в таком положении 10-30 секунд и дышите спокойно. Это растяжка для мышц шеи и спины. Облегчает запоры и боли в спине. Плавно выпрямите корпус и вернитесь в ВИРАСАНА. Отдохните. Теперь примем полную позу УШТРАСАНА. Примите позу ВИРАСАНА. Покрепче прижмитесь к полу. Бедра и стопы держите вместе. Встаньте на колени, немного разведя колени и стопы. На вдохе прогните корпус назад. Правая ладонь лежит на правой пятке. Левая ладонь на левой. Не повредите суставы шеи, прогибаясь назад. УШТРАСАНА крайне эффективна для устранения проблем зрения, помогает снять боли в спине и менструальные боли, а также избавиться от отложений на животе и бедрах. Людям с повышенным давлением, больным сердцем или грыжей эта поза противопоказана. Вы примитесь на выдохе, вернитесь в ВИРАСАНА, отдохнете. ШАШКАСАНА ШАШКАСАНА ШАШКАСА значит ЗАЯЦ. Разведите колени широко в стороны. Большие пальцы соприкасаются. Положите ладони перед собой и медленно выдвигайте их вперед, пока подбородок не коснется пола. Держите руки параллельно. Смотрите вперед, не меняя позы. Эта поза помогает избавиться от стресса и злобы. Вдохните и выпрямитесь. Выдохните и вернитесь в ВИРАСАНА. Вытянув ноги, примите ДАНДАСАНА. Больным остеоартритом следует быть осторожными. УТАНА МАНДУКАСАНА Конечная поза УТАНЫ МАНДУКАСАНА напоминает позу лягушки. Отсюда такое название. Примите позу ВИРАСАНА. Разведите колени максимально широко, большие пальцы вместе. ВДОХ. ПЛАВНО поднимите руки вверх. Разверните ладони кверху и разместите ладони на плечах крест-накрест. Держите плечи и спину прямо. ПОБУДЬТЕ в этой позе некоторое время. ПОЗА облегчает боль в спине и органах малого таза, а также улучшает работу органов дыхания и увеличивает объем легких. Людям с острыми суставными болями поза противопоказана. Возвращаясь на исходную позицию, плавно поднимите руки вверх на вдохе. Поставьте на место и сведите колени, принимая позу Дандасана. Вакрасана. Название переводится как «скрученный». Согните правую ногу, поставив правую стопу у левого колена. Заведите левую руку за правое колено, положив ладонь рядом с правой стопой. Выдох. Разверните корпус и шею вправо. Расслабьтесь и чуть позже плавно поверните голову назад. На выдохе возвращая в исходную позицию руку и ногу. прогнитесь назад и расслабьте спину. Эта асана улучшает гибкость спины, помогает справиться с запором, диспепсией и облегчает симптомы диабета. Сделайте то же упражнение зеркально. поверните голову назад, положите на место руки на выдохе, вытяните ноги, прогнитесь назад и расслабьте спину. Макарасана Макара значит крокодил. Лягте на живот, широко расставив ноги, стопы направлены в стороны. Положите голову на руки, расслабьтесь. Это макарасана. Эта поза необходима для расслабления. Расслабляется нижняя часть спины. Пуджангасана Название теасана переводится как поза змеи или поза кобры. лягте на живот, положите голову на сложенные руки и расслабьте тело. Соедините ноги и вытяните руки. Положите лоб на пол. Поставьте ладони рядом с грузью, локти смотрят вверх. Вдохните, поднимите вверх подбородок и грудь. Это пхуджангасана. Эта поза развивает гибкость. Она показана при болях в спине и камнях в почках. Выдыхаем. Кладите лоб на пол и вытягивайте руки. Расставьте ноги. скрестите руки и положите на них голову. Расслабьтесь. Шалабхасана. Шалаба значит саранча. Вы лежите на животе. Сведите ноги. Обопритесь об пол подбородком. Руки сложите вдоль туловища. Лицо повернуто вперед. Поднимите ноги над полом максимально высоко, не сгибая колени. Зафиксируйте руки и ноги так, чтобы ноги не опускались на пол. Расслабьтесь в этой позиции. Эта асана помогает справиться с болями в спине. Она держит в тонусе мышцы бедра. Теперь на исходную. Плавно опускаем поднятые ноги на пол. соединяем руки и кладем под голову. Людям с больным сердцем следует избегать эту позу. Сето бандхасана позиция на спине. Ее название переводится как позиция в форме моста. Ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Согните ноги в коленях и притяните руками к ягодицам. Крепко держите лодыжки. Вдохните. Плавно поднимите вверх спину и ягодицы, по мере сил формируя мостик. Почувствуйте расслабление. Это и есть финальная позиция. Эта поза лечит депрессию и низкую самооценку. Поддерживает мышечный тонус. Выдох. Плавно вернитесь на исходную позицию и расслабьтесь. Вытяните руки и ноги. Имейте в виду, женщинам на поздних сроках беременности эта поза противопоказана. Уттана падасана поза вытянутых ног. Эта асана подразумевает прямые вытянутые ноги, позе на спине. Лягте на спину как вам удобно и вытяните ноги. Руки лежат вдоль туловища. На вдохе плавно поднимайте обе ноги, не сгибая при этом колени, доводя их до угла в 30 градусов. Зафиксируйте эту позицию. Дышите спокойно. На выдохе плавно опустите ноги вниз и оставьте их на полу. Эта поза укрепляет и удлиняет абдоминальные мышцы. Ардха халасана – половинная поза плуга. Эта поза называется ардха халасана, потому что в конечном положении тело по форме напоминает половину индийского плуга. Лягте на спину лицом вверх. Руки вдоль туловища ладонями вниз. Плавно поднимайте обе ноги, не сгибая при этом колени. Сначала зафиксируйте ноги под углом 30 градусов, затем выше под углом в 60. Затем поднимите ноги под прямым углом к полу. Это финальная позиция ардхи халасаны. Корпус от бедер к плечам остается ровным. Затем плавно опустите ноги на пол, не поднимая головы. Поза очень полезна для пациентов с гипертензией, но должна применяться с осторожностью. Людям с больной спиной не следует поднимать обе ноги одновременно. Павана муктасана. Согните колени и подтяните бедра к груди. Сцепив руки в замок, прижмите ноги к животу. Тяните голову к коленям, стараясь дотронуться до них носом. Это Павана муктасана. Поза избавляет от запоров, метеоризма и расслабляет спазмы в мышцах спины. голову на исходную позицию. Выдох. Вытяните ноги. Отдохните. Эта поза небезопасна при язвах и ранениях желудка, грыжи, а также на разных сроках беременности. Шавасана Шав переводится как труп. Эта асана нужна для полной релаксации. Ложитесь на спину, удобно разведя в сторону руки и ноги. Ладоня смотрит вверх. Глаза закрыты. Осознанно расслабляйте собственное тело. Постигайте искусство естественного дыхания, учитесь дышать ритмично и не спеша. Оставайтесь в этой позиции, пока не почувствуете себя отдохнувшим. Эта асана помогает расслабить все группы мышц и дает возможность отдохнуть и телу, и душе. Она помогает тренировать навыки управления гневом и справляться с последствиями стресса. Субтитры создавал DimaTorzok Капалабхати Дыхательная гимнастика, стимулирующая лобные доли. Примите любую медитативную позу, закройте глаза и расслабьте тело. Глубоко вдохните. Расправьте легкие. Вытолкните воздух усилием брюшных мышц, а затем продолжайте делать активные выдохи и пассивные вдохи. вдохи talk. Сделайте глубокий вдох, медленно выдохните и расслабьтесь. Это первый подход к Капалабхати. Каждый подход завершает глубокий вдох. Сделайте еще два подхода. Капалабхати помогает в лечении верхних дыхательных путей, помогает справляться с кашлем и другими симптомами простуды, ренитами, синуситами, астмой, бронхиальными инфекциями. Не прибегайте к подобным практикам при болезнях сердца, проблемах с давлением, мигренях, обмороках, грыжи и язве желудка. Это система дыхания через левую и правую ноздри. Позе для медитации. Держите спину прямо, а голову высоко. Закройте глаза. Расслабьте тело глубокими вдохами. Левая рука на левом колене в гьяна-мудре. Правая рука в насикагра-мудре. Большой палец правой руки на правой ноздре. Вдыхайте левой ноздрёй. Закройте левую ноздрю. Выдохните правой. Далее вдохните через правую ноздрю. Закройте левую ноздрю. И выдохните через правую ноздрю. Это первый подход на дешатханы и анулома-вилома-пранаямы. Сделайте ещё пять подходов. Для новичков длительность вдоха и выдоха одинаковая. Постепенно продолжительность выдоха должна стать в два раза дольше. Дыхание должно быть медленным, спокойным и контролируемым. Главная цель пранаямы – очистить энергетические каналы, питающие всё наше тело. Эта практика делает нас спокойнее, что в итоге ведёт к более здоровой жизни и увеличению её продолжительности, а также понижает уровень стресса. Она также помогает справляться с кашлем. Шито ли пранаяма. Шит – значит прохладный. А помимо этого – спокойный и бесстрастный. Согласно названию, эта техника охлаждает наше тело и наш разум. Вы можете принять любую удобную позу для медитации. Правая рука на правом колене в гьяна-мудри или анджали-мудри. Скрутите язык и вытащите наружу в форме трубочки. Вдохните через скрученный трубочкой язык. Наполните лёгкие, насколько это возможно, и закройте рот. Затем медленно выдохните через ноздри. Шито ли пранаяма очищает кровь, а также охлаждает наше тело. Полезно людям с повышенным давлением. Утоляет жажду и голод. Избавляет от несварения, а также помогает излечиться от некоторых инфекций. Благотворно влияет на кожу и на глаза. Людям, страдающим простудой, кашлем или тензилитом, не стоит практиковать эту технику. Пхрамари пранаяма Название переводится как «пчелоплотник». Во время практики Пхрамари пранаяма мы издаем звуки, похожие на жужжание пчел. Быстро вдохните обеими ноздрями, а выдыхайте медленно, контролируя выдох, издавая глубокий дребезжащий звук, как будто жужжит пчела. Это первый подход к Пхрамари. Нужно два повторения. Это прекрасное, успокоительное. Замечательный способ справляться со стрессом. Теперь, в процессе Пхрамари большими пальцами рук закройте уши. Указательные пальцы на глазах, средние пальцы на носу, безымянные и мизинцы, возле губ. Медленно выдыхайте, издавая глубокий дребезжащий звук жужжащей пчелы. Это очень полезная духовная практика для концентрации и медитации. Дьяна. А теперь мы можем готовиться к дьяне. Дьяна, или медитация, это акт продолжительного созерцания. Примите любую медитативную позу. Держите спину в прямом положении. Руки в гьяна мудре. Положите руки на бедра ладонями кверху. Руки и плечи свободно опущены. Закройте глаза и приподнимите лицо. Вам не нужно концентрироваться. Попытайтесь лишь открыть чакру между бровями. И следите за дыханием. Дьяна приводит ум в состояние спокойствия и тишины. Она улучшает внимательность, память, чистоту мыслей и силу воли. Она объединяет тело и душу, приносит истинный покой. Помогает испытать позитивный опыт. Медитация ведет к самопознанию. Не переставайте постигать состояние дьяны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Пусть каждый будет счастлив и свободен от болезней. Пусть снизойдет благодать, и никто не будет страдать. Мир во всем мире. ШАМТИ Озвучено студией Лексикон по заказу посольства Индии в России. ШАМТИ 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 ШАМТИ